Турецкий язык. Причастие. Сыфат филер. Аджак эджек. В процессе подготовки этого урока мне пришлось обращаться за помощью к носителям языка. Я нашел несколько блогеров, которые также ведут на своих каналах уроки турецкого языка, в основном для иностранцев, которые разговаривают на английском языке. И некоторые из блогеров откликнулись и очень помогли мне. Поэтому я хочу поблагодарить этих блогеров и я вынесу ссылки под видео на их каналы. Если вам интересно, вы тоже можете зайти и посмотреть. Это Сефанурш, девушка, она ведет тоже турецкие уроки для людей, которые разговаривают на английском. И также хочу выразить особую благодарность Али Елмазу. Это человек, который действительно мне очень помог понять некоторые нюансы. У него есть канал на ютубе, где он тоже преподает турецкий язык. И возможно даже многие сталкивались с его видео на ютубе. Также у него есть свой сайт, ссылка тоже там внизу. Кроме того, что он преподает турецкий язык, он также снимается как актер в некоторых рекламных роликах, сериалах. Пробует себя как сценарист, как режиссер. И все это на его сайте вы можете посмотреть, если вам это будет интересно. Еще раз большая благодарность этим двум людям. Теперь переходим к уроку. Ну давайте сначала разберем, что такое причастие. Еще небольшой нюансик. Нужно понимать, что в турецком языке сифат и в русском прилагательное это не одно и то же. Это похожие вещи. В турецком языке сифат правильнее будет перевести как определение. Это определение к какому-нибудь слову, которое определяет или указывает на его признак. Теперь что такое причастие. Причастие или по-турецки сифат филь, что будет переводиться как глагольное определение, производится путем присоединения аффиксов причастия к глагольным основам. То есть к корню глагола присоединяются эти аффиксы. А что такое вообще причастие? Причастие это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. Это вот такое описание в русском языке причастие. То есть отвечает на вопросы прилагательно и обозначает признак. Можно назвать это общим словом как определение. И в турецком языке называется глагольное определение. Всего в турецком языке существует 7 аффиксов причастия. И каждый аффикс имеет несколько вариантов по гармонии гласных и согласных букв. В табличке я написал все аффиксы и выделил по цвету каждую группу отдельно. Аффикс ан-эн. Аффикс, который имеет два варианта. Или осы-эси. Тоже двухвариантный аффикс. Маз-мез. Точно так же. Ре-арь и эрь. Как вы видите, это аффиксы широкого времени. И они тоже являются аффиксами причастия. Аффикс дик-дик-дук-дюк-тык-тик-тук-тюк. Который имеет 8 вариантов. Потому что по гармонии гласных и еще гармонии согласных. Следующий аффикс ад-джак-эджек. Аффикс причастия, который идентичен с аффиксом будущего времени. Также аффикс мышь-миш-муш и мюш. Для того, чтобы легче запомнить все аффиксы причастия, можно запомнить такое предложение. Ана-сы-мезар-ди-кед-джек-миш. Переводится как «Его мать собирается воздвигнуть гробницу». В принципе, перевод запоминать совсем не нужно. Но само предложение запомнить можно. Если вы посмотрите все аффиксы, которые у нас были в предыдущей таблице. Если мы их напишем в столбик и с каждой строчки возьмем по одному аффиксу. И как раз получается это предложение. Ана-сы-мезар-ди-кед-джек-миш. Поэтому, если вам так будет легче, вы можете просто запомнить это предложение. И потом по логике собрать все аффиксы, когда вам это будет нужно. Ана-сы-мезар-ди-кед-джек-миш. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим аффикс причастия ад-джак-э-джек. Аффикс причастия ад-джак-э-джек образует причастие, или по-турецки глагольное, определение, которое несут в своем смысле будущие действия. Теперь смотрите. Для того, чтобы слово было не глаголом, а причастием, после этого слова обязательно должно идти существительное, какой-то предмет. И тогда наше слово будет не глаголом, а причастием, или глагольным определением как раз вот этого предмета. Рассмотрим на примерах. Например, геля-джек-ай. Мы смотрим, после слова геля-джек у нас есть слово ай. Это существительное, переводится как месяц. Значит, у нас слово геля-джек является глагольным определением или причастием. Переводим как месяц. Какой у нас месяц? Месяц, который следует или который придет. Геледек. И можно перевести как следующий месяц. Или дальше. Каладжак отель. Сразу хочу сказать, что в вопросе с причастиями в переводе на русский язык нету какой-то стандартной формули. Для каждого причастие плюс существительное можно переводить очень по-разному. Нужно смотреть по логике, по смыслу и уже исходя из этого пытаться перевести. Потому что, например, каладжак отель. Что это такое? Это отель для размещения или для того, чтобы там остаться. Калмак оставаться или размещаться. Каладжак отель. Отель для размещения. То место, где мы или кто-то остановится. Место для остановки. Следующий пример. Доаджак чоджук. У нас есть чоджук. Существительное. Ребенок. И какой ребенок? Доаджак. Тот, который родится. Ребенок, который родится. Доаджак чоджук. Или следующий пример. Якаджак одун. У нас есть одун. Это дрова. И какие дрова? Якаджак одун. Якмак это зажигать. И якаджак одун будет переводиться как дрова для сжигания. Теперь смотрим дальше. К причастиям, которые образуются при помощи аффикса причастия одяг и деки, могут добавляться аффиксы принадлежности. Например, и чадеем чай. Будет переводиться чай. Что у нас есть? Чай. Какой чай? Или который чай? Чай, который я выпью. И чадеем чай. То есть здесь слово у нас и чадек плюс аффикс принадлежности первого лица. И получаем чай, который я выпью. И чадеем чай. Здесь мы подразумеваем под словом и чадеем слово мой или беним. Какой у нас чай? Беним чай. Мой чай. И какой он мой? Тот, который я выпью. И чадеем чай. Беним и чадеем чай. Вот смотрите, если у нас будет наоборот сначала существительное, а потом уже слово и чадеем, получится чай и чадеем. И уже будет переводиться совсем по-другому. Будет переводиться как я буду пить чай. Чай и чадеем. Я буду пить чай. А если мы ставим наоборот и чадеем чай, то это переводится как чай, который я выпью. В первом лице у нас аффикс принадлежности и личный аффикс одинаковый. Это у нас им. И поэтому слово и чадеем в двух вариантах звучит одинаково. Если мы посмотрим, например, на второе лицо, что мы получим? И чадеин чай. Это чай, который ты выпьешь. А чтобы сказать, ты будешь пить чай, мы скажем чай и чадеексин. То есть здесь уже смотрите, когда у нас идет причастие, мы используем аффиксы принадлежности. А когда мы используем глагол, тогда мы добавляем личный аффикс. И чадеин чай. Чай, который ты выпьешь. Чай и чадеексин. Ты будешь пить чай. Дальше точно так же подставляем аффиксы принадлежности и получаем. Для того, чтобы перевести предложение, берем сначала конец. То планты опарыс. Проведем собрание. Когда мы его проведем? Се-хат-тан дё-неджейм гюн. Гюн. Это день. Какой день? Се-хат-тан дё-неджейм гюн. День, когда я вернусь из поездки. Дё-неджейм гюн переводится как день, когда я вернусь. То есть у нас здесь есть и аффикс принадлежности. И это у нас причастие или глагольное определение, потому что у нас после слова дё-неджейм есть существительное. День. Или следующий пример. У нас есть рапор или отчёт. И перед ним есть слово с аффиксом причастием аджак-эджек. Это слово хазырлая джа-ныс. То есть какой у нас рапор, отчёт? Тот, который вы подготовите. Также аффикс аджак и эджек может быть словообразовательным и быть существительным. А не причастием и не глаголом. Есть некоторые слова, которые превратились в устойчивые существительные. И посмотрим, как нам различать глагольное определение или причастие от существительного. В котором тоже будет аффикс аджак и эджек. Например, ичадек су. У нас есть вода су. И перед ней есть определение. Какая она? Для того, чтобы её пить. Ичадек. Для того, чтобы пить. Или на русский переводим как питьевая вода. Ичадек су. Питьевая вода. Если же мы используем просто слово ичадек. И оно у нас не используется как глагол. То оно у нас становится существительным. И слово ичадек переводится как напиток. Или ичадек лерж будет переводиться как напитки. И в это слово, в напиток, входит и вода, и соки, и газировка. Всё, что можно пить, будет охватываться этим словом ичадек. Напиток. Или следующее. Якаджак кёмюр. Кёмюр у нас уголь. Какой уголь? Якаджак. Для сжигания. Якаджак кёмюр. Уголь. Для сжигания. Если же мы используем просто слово якаджак, то оно будет переводиться как горючее. Якаджак может быть углём, может быть дровами, может быть сухим спиртом, бензином. Всем, чем хочешь. Это всё будет называться якаджак. Горючее. Следующее. Геляджак хафта. У нас есть хафта, неделя. Какая, которая геляджак следует. Получаем следующая неделя. Если же мы используем просто слово бессуществительного, геляджак, то оно становится не определением, а становится существительным и переводится как будущее. Геляджак это у нас будущее. Как вы видите, там где у нас есть после слов с аффиксами аджак и эджак существительные, оно становится определением. Если же у нас нет существительного, то оно становится существительным. И если оно используется у нас в конце предложения, то оно является глаголом. Нужно не путать все эти три варианта и поймать, когда оно находится, в какой роли. Теперь посмотрим, если слово с аффиксом аджак и эджак не является причастием или глагольным определением, и не является глаголом, а используется как существительное, то мы можем к нему добавлять падежные аффиксы. Например, возьмем слово геляджак, которое переводится как будущее. И вот мы добавляем, например, и хали или белертме хали, аффикс определительного падежа. И получаем гелядей душун ве дикатлы чалыш. Думай о будущем и работай внимательно. Или эхали, или ёнлендерме хали, направительный падеж. Добавляем аффикс и получаем гелядей умутла бакмак истиорум. Я хочу смотреть в будущее с надеждой. Следующий падежный аффикс, аффикс дэхали или булун махали, аффикс местного падежа. И предложение у нас гелядей кте нелер олочак пильмиорум. Я не знаю, что будет в будущем. Еще у нас есть падежный аффикс ден хали айрыл махали. Это исходный падеж. Добавляем и получаем пример предложения. Гелядей ктен хич умутлу деилим. Я совсем не надеюсь на будущее. То есть, как вы видите, в этих случаях, для того, чтобы вы, когда видели вот такие предложения и не думали, как же так, к глаголу добавляются аффиксы падежей, как же это правильно перевести или переводить, и почему они вообще добавляются, это ведь глагол. Здесь вы должны различать. Если у нас есть слово с аффиксом аджак и эджек, к которому добавляется аффикс падежей, значит оно используется в роли существительного. Как видите, здесь после этих слов гелядей, гелядее, гелядекте или гелядекте нет существительного. То есть, значит оно уже не глагольное определение, а здесь оно у нас выступает просто в роли существительного. Напоследок возьмем для примера два предложения, у которых есть похожий смысл. Но в одном примере мы используем слово как причастие, а во в другом примере мы используем слово как глагол. Первый пример. У нас есть фыкра, это рассказ. Какой рассказ? Который я вам расскажу. Который я вам расскажу. И переводим все вместе. Рассказ, о котором я вам сегодня расскажу, очень поучительный. А теперь второй пример. Здесь у нас слово «аннатаджам» это глагол. Мы используем его в конце предложения. Переводим. Сегодня я расскажу вам. Один очень поучительный рассказ. Вот как вы видите, мы использовали слово «аннатаджам» как причастие и как глагол. На этом урок окончен. Также будут отдельные уроки про каждый аффикс причастия с примерами. Спасибо за внимание. До следующих встреч.